Раиса Ивановна Рязанова – народная артистка Российской Федерации, получившая широкую популярность у зрителей разных поколений. За более чем полувековую деятельность в кинематографе ею сыграно порядка двух сотен ролей. Будущая всенародно любимая и востребованная артистка появилась на свет 31 октября 1944 года в городе Петропавловск, расположенном на севере Казахстана. Ее мать Мелания Григорьевна, уроженка села Бычки Рязанской области, в начале зимы 1943 года нашла на обочине дороги замерзавшего и полуживого заезжего шофера Ивана Егоровича Улыбышева, командированного к ним из Мичуринска. Добросердечная женщина пожалела его, привела домой, накормила и приютила. На тот момент она была вдовой и растила дочь Антонину. Вскоре между хозяйкой и красавцем-квартирантом зародилась симпатия. В результате у них появилась общая дочь Раиса. Но когда женщина узнала, что у Ивана уже есть семья и шестеро ребятишек, она посчитала своим долгом ради них разорвать отношения. Всю жизнь она прожила с этой единственной любовью в сердце. Она растила детей, стараясь дать им все самое лучшее. Со временем их семья перебралась в подмосковное Раменское. Рая ходила в школу на станции Фабричной. В ее памяти сохранилась единственная встреча с отцом. Тогда мама нарядила ее в лучшее платье, вывела на улицу и велела махать ручкой, чтобы папа их нашел. Он подъехал на грузовике, статный, черноболосый, подхватил дочурку на руки и закружил в воздухе. Потом они вместе сели в кабину. Он посадил Раю на руки и долго катал по городу. В школьные годы Рая с удовольствием пела в хоре. По совету руководителя коллектива, аккордеониста, разглядевшего в девчушке творческие способности, она уговорила мать купить ей баян. Как только женщина принесла домой инструмент, стоивший в те годы 60 рублей, это была вся ее зарплата, девочка сразу же захотела поддержать его в руках, но не смогла даже поднять. Такой он был тяжелый. Тем не менее, это не помешало ей постепенно освоить азы игры и позволило поступить после школы в музучилище в Рязани. Первой записью в трудовой книжке Раисы стала информация о работе в музыкальной школе, куда ее направили по распределению после окончания училища в 1964 году. Она трудилась преподавателем по классу баяна, была дирижером оркестра народных инструментов. Однако вскоре Раиса решила бросить музыкальную стезю. Она очень любила театр, страсть к которому зародилась после спектакля «Ромео и Джульетта». Девушка без памяти влюбилась в исполнителя главной роли. В итоге молодая баянистка вместе до того, чтобы преподавать детям музыку, решила стать актрисой и отправилась в столицу. Строгую экзаменационную комиссию Щепкинского училища, куда она подала документы, тронула искренность и непосредственность статной провинциальной красавицы с длинной косой. Со словами Рая Рязанова из Рязани она прочла отрывок диалога из поднятой целины и неожиданно для себя самой поступила. Перед началом занятий ее курс перевели в ГИТИС, и она стала студенткой самого престижного театрального вуза страны. Актерскому мастерству ее обучал режиссер и педагог Платон Владимирович Лесли. В 1967 году состоялся дебют Рязановой в кино в драматичной ленте «Гуля Королева» по повести Ильиной «Четвертая высота». Она сыграла ключевую роль звезды черно-белого кино, добровольно ушедшей на фронт санинструктором. Ее героиня в битве под Сталинградом вынесла с поля боя полсотни раненых бойцов, а после гибели командира возглавила атаку, получив смертельное ранение. В студенческие годы актриса снялась также в картине «День и вся жизнь», где ей снова доверили главную роль. На сей раз она играла молодую женщину, вынужденную самостоятельно поднимать сына в тяжелое послевоенное время. Экранного ребенка ее героини играл годовалый сынок артистки Данила, в кадре он тогда сделал свои первые шажки в валеночках. В 1969 году Рейса получила высшее образование. Попытка девушки найти работу в театре имени Маяковского не увенчалась успехом. Она сосредоточилась на съемках в кино, благо, что после успешного киностарта у нее не было недостатка в предложениях о сотрудничестве. Актриса много снималась и в главных, и в эпизодических ролях, играя в основном девушек из народа. Так, в 1972 году она появилась в центральной роли простой русской женщины Евдокии, спасавшей своих похищенных бабой-ягой детей в киносказке «Александра Роу. Золотые рога» с говорящим оленем, водяным, лешим и прочими лесными жителями. Зрители постарше помнят и такие популярные в то время картины с ее участием, как «Москва. Кассиопея», где ее партнерами по площадке были Иннокентий Смонтуновский, Лев Дуров, «Контрабанда» с Владимиром Павловым в ключевой роли, а также поучительная история о судьбе собаки, преданности и чести «Белый бим, черное ухо». Но самой известной киноролью актрисы стала роль Антонины в знаменитой картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», рассказавшей о жизни трех подружек из провинции, приехавших в столицу в поисках счастья. На роль Тони режиссер пробовал несколько артистов, включая Наталью Андрейченко, Людмилу Зайцеву, Нину Русланову, но игра Рязановой показалась ему и худсовету лучше, интереснее. Лента имела ошеломительный успех и получила множество наград, включая Оскар. За нее в 1981 году артистка удостоилась государственной премии, но слава в большей мере досталась все уже не ей, а исполнительницам ролей Кати и Людмиле, Вере Алентовой и Ирине Муравьевой, соответственно. Хотя позже Рейса Ивановна стала, по мнению критиков, наиболее востребованной актрисой из всех героинь оскароносной ленты. Правда, в эпоху Перестройки, когда популярность набрали фильмы о бандитах и милиции, актрисы ее типажа потеряли спрос. Чтобы выжить, Рязановой пришлось тогда сдавать в аренду свою квартиру и даже подрабатывать таксисткой. Но в последующие 10 лет она уже активно снималась, зачастую параллельно в нескольких фильмах и телесериалах. В ее фильмографии появилось еще 72 работы. В 2005 году в жизни киноактрисы произошло два важных события. Ей было присвоено звание Народной артистки Российской Федерации. И она начала играть на театральной сцене. В знаменитой табакерке ей предложили главную роль в спектакле «Кукла для невесты» по пьесе Александра Коровкина, сыгранную ею душевно и весело. Затем она с успехом не раз играла в других постановках. Незамужняя женщина по пьесе «Подруга жизни» Льва Корсунского, «Любовь и голуби» Владимира Гуркина, «Авантюристы по неволе» Александра Коровкина. Артистка появилась и в одном из самых популярных отечественных сериалов «Не родись красивой» – ремейке американского аналога «Влюбиться в Нью-Йорке». Она играла модельера модного дома Уютову в компании таких известных коллег, как Ольга Ломоносова, Петр Красилов, Виталий Егоров. В 2008 году артистка снялась в роли Глаши, помощницы по хозяйству, в семье ключевых персонажей Лягушовых, в многосерийной одноименной экранизации романа Елены Харьковой «И все-таки я люблю». В этом же году Рязанова появилась в выпущенной на экране двухсерийной социальной драме «Женщина, не склонная к авантюрам». Среди наиболее известных кинопроектов с участием актрисы была также криминальная драма «Хорошие руки», вышедшая на экраны в 2014-м. В ней была затронута проблема отказа женщин от собственного ребенка в роддоме и поиска путей ее решения. Актриса сыграла роль акушерки Нины Иваловны. В 2015-м году вышла на экраны лирическая комедия «Срочно выйду замуж», где Рязанова выступила в роли бабушки, главной героини Жени. В 2018-м году популярная артистка сыграла небольшую роль домработницы в семье жены главного героя, подполковника ФСБ Звягинцева, в остросужетном боевике «Желтый глаз тигра». В 2019-м году состоялась премьера детективного сериала «Галка и Гамаюн». Рязанова перевоплотилась в нем в мать ключевой героини Ирины. Личная жизнь. Прямая, искренняя и открытая артистка разведена. Своего мужа она встретила в стенах Гетиса на втором году обучения. Тогда только что отслуживший в морфлоте красавец Юрий Перов был по льготам зачислен на их курс. Молодой человек был ранее женат, у него подрастал сын Леша. Юрий пользовался большим успехом у многих студенток. Но его привлекла милая и скромная Рая. Он начал за ней ухаживать, приглашал в гости, угощал кофе с первой в жизни девушки сигаретой. Позже актриса признавалась, что она так и не смогла окончательно избавиться от этой вредной привычки. Вскоре они сыграли свадьбу. А когда учились на третьем курсе в 1968 году, у них родился единственный сын – Данила. На последнем курсе института Раисе предложили главную роль в ленте «День и вся жизнь», ставшей знаковой в судьбе звезды не только из-за первых шагов ее сынишки, сделанных прямо на съемочной площадке, но еще и потому, что она встретила человека, покорившего ее сердце. Она долго скрывала его имя, но со временем стало известно, что это был режиссер Юрий Валентинович Григорьев, старше ее на 12 лет. И имевший жену Рениту Андреевну, как и он, окончившую МГУ и в ГИК, и 11-летнего на тот момент сына Василия. Рязанова не стала обманывать мужа, сразу же честно призналась ему в измене и развелась. А вот ее любимый мужчина не захотел разрушать ради нее свою семью. Их роман длился целых 10 лет, который она называла самыми счастливыми в ее жизни. К любимому мужчине она обращалась только на «вы», не пыталась искать с ним встречи или устраивать скандалы. Она лишь с благодарностью принимала его ухаживание и восторженно впитывала наставления, когда они бродили по улицам Москвы, по музеям и спектаклям. Он деликатно занимался образованием своей возлюбленной, вводил в круг кинематографистов, превращая деревенскую скромницу в столичную творческую личность. Первое время они не могли прожить друг без друга и дня, но затем стали встречаться все реже и реже. А спустя 10 лет он перестал звонить Раисе. И она его безропотно отпустила. Взамен актриса сосредоточилась на работе, жила для сына и благодарила свою судьбу за него, его жену и чудесного внука. Данила выбрал ту же профессию, что и его родители. Он окончил в 1992 году школу «Студиум Хат». Работал в театре «Модерн», затем перешел труппу «Сотружество актеров Таганки». Снимался в кино. В 2012 году получил звание заслуженного артиста России. В 2020 году из-за оторвавшегося тромба мужчина скоропостижно скончался. Внук актрисы Андрей, появившийся на свет в 1990 году, продолжил семейную династию. В 2014 году он окончил актерский факультет Института современного искусства и служил вместе с отцом в театре «Сотружество актеров Таганки». Актриса – превосходный водитель, обладательница титула «Автоледи-2003». Она не раз участвовала в гонках, включая автомобильные гонки по льду Грибного канала в Крылатском. По словам Раисы Ивановны, она не видит смысла о пластических операциях и не является сторонницей прочих радикальных мер с целью сохранения молодости. Она отмечала в интервью, что ее эксперименты с внешним видом закончились еще в юности, когда она обрезала ножницами и ресницы в надежде, что после этого они вырастут более пушистыми и длинными. Увы, не выросли.